Добрый день! С вами Ивелина Уан и наша рубрика «Лучшие атакующие партии мира». Эта партия была сыграна потрясающим Эммануэлем Ласкером за черных и Пилсбери Гэри Нельсон за белых. Она была сыграна в 1896 году, 1 апреля, в Санкт-Петербурге. И я так могу сказать, Пилсбери, он, конечно, никогда не номинировался и не играл в чемпионате мира, и не играл в серьезных соревнованиях, таких как Эммануэль Ласкером. Но говорят, что его конструкция, стратегия была нацелена на шахматы будущего. Давайте посмотрим, что за шахматы будущего Пилсбери, да, за белых нам приготовил. Я вот хотела вам сказать, что обещаю, что эта партия, она не будет для вас скучной. Так, Д4, Д5, С4. Мы видим сейчас теоретическое все. Конь С3, конь Ф6, конь Ф3, С5. Так, слон Ж5, СД, ферзь Б4. Но пока все идет по теории. О, ферзь А4. Дерзко. Слон Е7 и рокировка. Пилсбери как бы говорит Эммануэру Ласкеру, я тебя не боюсь, я хочу атаковать. Посмотрим. Ферзь А5 следует. Ход логичный, так как рокировка была в длинную сторону. И раз они выбрали такие конкурирующие стороны, конечно, здесь этот ход был самый логичный. Екатерина в профилактику. Слон Д7. Развивает фигуры и готовится тоже прыгнуть в рокировку. Король Б1, этот ход я не понимаю, зачем был сыгран. Хотя понятно, конечно, но может было бы сильнее. Например, там выводить этого слона голопольного, который застрял. Линию нужно освобождать. А6 мы видим, да, размер идет. Так, посмотрите, начинает накаляться у нас обстановочка. Ферзь у нас такой активненький. Ферзь А5. Конди Д4. ЕД. Слон Е6. Что хотелось бы сказать примечательно в этой позиции? Что возникло? Мы видим, что черные более активно стоят. Белые. Один пак Аферзь в атаке. Будет ли это эффективно? Не думаю. Поэтому следующий ход логично, что он идет на подкрепление. Ф4. Ладья А на С8. Ф5. Ну, здесь, конечно, ход странноватый, потому что этот ход ослабленный, который приводит сейчас к гениальному ходу, который позволяет Ласкеру нанести сокрушающий ход следующий ладья С3. И мы понимаем, что линия С свободна. Ферзь уже на готове. Линия и диагональ у нас простреливается диагональю с слонами. Линия освобождена для вторжения туда ладьи. Красивая, хорошая, наглядная будет сейчас атака за черных. Белые совершили ошибку ходом Ф5. Конечно, руки чесались, да, ввести в игру побольше сейчас помощников. Но стоило ли это такой ошибки поспешной? Наверняка нужно было серьезно подготовиться и сыграть как минимум на эту идею ход слон Д3 предварительный. Если мы хотим стрелять поле Х7, оно нас очень сильно интересует. Да, и там вообще как-то играть на эту идею. Давайте посмотрим. Ладья С3, незамедлительный ход. Дальше, к сожалению, Пильсбери, и к счастью для Ласкера, он совершает вторую ошибку. И он начинает едать слона. Играет он ФЕ. Здесь как можно было сыграть? Единственный ход, на мой взгляд, это... Надо брать, наверное, БЦ, может быть, Ферзь тогда С3. Ну, Ферзь Ф3 на размен. Может быть, как-то так. Но, тем не менее, сделан ход ФЕ. И здесь что делает Ласкер? Как вы думаете, какой ход он сделал? Правильно. Два, скажем так, слабых хода подряд совершил Пильсбери, и два гениальных хода подряд сделал Ласкер. Ладья А3. Мы все видим, да, что здесь уже активность черных полностью перехвачена. Их фигуры расположены качественным образом для совершения атаки. Линия С сейчас будет захвачена. И ход, вот этот вот ход ША, ЕФ, который, как бы я сказала, маленькая иголочка, да, такая, в стоке сена данной позиции. Итак, ладья бьет Ф7. Дальше идет БА, бьет Ферзь Б6 шаг. И дальше самый лучший выбор в этой позиции совершает Ласкер. Напоминаю, что это третий гениальный ход подряд. Он играет ход Слон. Кстати, я вам хочу сказать, что он, да, с Ферзем. Играет здесь так же сильно и Пилсбери. Он играет Слон Б5. Ферзь бьет Б5. Король А1. И дальше вроде как ретировался, да, вот Ферзь Б6, естественно, лучший выбор. Слон Б5 не менее гениальный ход совершил Пилсбери. И дальше, казалось бы, вот ты уже уравновешиваешь. И дальше свершается ошибка, к сожалению. Ну, посмотрите. Фатальная ошибка. Ладья С7. Жаль, конечно, жаль, что такая потрясающая была энергия, да, такой был Плацдарм. И здесь Ладья С7. Ну, давайте посмотрим, как дальше проходило. А что здесь было играть по-другому? Ферзь С4. Ферзь Ж4 и Ладья Е7. Вот тебе, да, пожалуйста. Дальше здесь очевидная стратегия, как дальше действовать. Но, тем не менее, фатальная ошибка Ладья С7, она сейчас полностью переделает ход партии. Хотя, я вам могу так сказать, что эта партия не скучна. Ладья Д2, Ладья С4 и Ладья Аш на Д1. Как говорят наши эксперты, говорят, что losing to gain, это как бы лоханулись снова, да, это вот из той серии. Ладья Аш на Д1. Здесь необходимо было играть ход Ладья Е1. И мы видим, что по линии Е белые просто вторгаются. И здесь уже маячит сладкий вкус победы. Тем не менее, что я могу сказать, что эта партия наполнена курьезами. Итак, Ладья на Д1. И тут играется второй ход странноватый Ладья С3. Необходимо было играть здесь Ладья С6. Не Ладья С6, Ферзь С6. И черные здесь, в принципе, легко выиграют, я могу вам сказать. Ферзь С5, точнее Ладья Е1 нужно было играть на ту же самую идею, которую я говорила предыдущим ходом. Итак, Ферзь С4. Здесь играет Ласкер на ту же самую идею, что и ход Ладья С3. Ну, Король В2, конечно, это уже пятый ход страны подряд, страны Пинцбери. Король В2. Здесь нужно было решать серьезную проблему, играть Король В1. Потому что Ладья А3, и тогда был бы ход Ладья С1. Вот и все. И здесь сокрушающий просто выигрыш. Ну, все понимают почему, да? Потому что Король не может уйти на поле Х7, его контролирует Ферзь. Тем не менее, Ладья связывает бедного Ферзя. Никуда не уйди, будет матовая атака. Либо ты расстаешься с Ферзем. Ладья А3. Этому ходу поставили два восклицательного знака. А почему? Все мы понимаем почему. Потому что сейчас Король остается почти как-то голым. И Ладья на поле Д1 и Д2. И ему не помощник. И Ферзь, который активен вроде на поле Ф5. Был буквально несколько, два, один даже ход назад. Сейчас он становится просто игрушкой или сувениром. Ферзь Е6 шаг. Король Х7. И здесь совершается вторая ошибка. Та ловушка, которую Ласкер подстроил. Король пьет Ладью. И совершает грубое, серьезное, к сожалению, стратегическое, финальное и фатальное фиаско. Нужно было играть Король Б1. И тогда, конечно, был слон Д4. Ферзь Ф5 шаг и Ж6. Кстати, здесь вот я могу вам сказать, что этот ход заслуживает особого внимания. Потому что это позволяет профилактике здесь быть. И если Ферзь Д7 шаг, тогда слон Ж7 закрывается. То есть вот эта пешка, она совершает как некий такой барьерный щит. Как щит Капитана Америки. Итак, здесь Пилсбери совершает ошибку. Он бьет, позарившись на Ладью. Видимо, у него уже вкус победы начал сильно маячить. Итак, Ферзь С3 шаг, Король А4, Б5. Гениальный ход. И финал уже практически близко. Обещаю вам. Король Б5. Посмотрите, белый Король уже пошел в гости к черному. К черным на их ферзевый фланг. Ферзь С4 шаг. Король А5. Подключается слон Д8. И закрывается Ферзь. Ферзь защищает. Это единственный ход. И посмотрите, слон ставит мат. И где ставят мат? Черные. Потрясающе, красиво поставили мат. Это одна из лучших матов, а так честно, которых я видела. Конечно, здесь совершали ошибки и белые, и черные в этой партии. Но, тем не менее, партия не была скучна. И это как маятник. Кто увлекается серьезно теннисом, понимает, что такое есть матч-поинт. Это вот такое определение. Я бы здесь тоже сказала, когда вот этот шарик может чуть-чуть, и ты выиграешь. Чуть-чуть, и выиграет белый, черный. Здесь такой был кач. И мне именно этим запомнилась и понравилась эта партия. Будьте с нами, мы покажем вам более интересные и сочные, пожалуй, еще более дерзкие партии. Пока-пока.